Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня наступила пора поговорить о ковиде. Почему именно сейчас? Я не пугаю, но на самом деле начинается повторная эпидемия ковида. У нас в городе уже умерло за последние две недели 16 человек. Люди к этому уже стали относиться как-то поверхностно. И себя не жалея. Мы неоднократно работали с нашим аппаратом Emplovid по лечению ковида. Результаты очень хорошие. В чем дело вообще? Что такое ковид? Почему такая смертность? Значит, вирус, который вызывает ковид, проникает в сосудистое русло, в мельчайшие капилляры. И там начинается внутри сосудистое свертывание. А это в легких. Но кроме легких, еще и в сердечных сосудах, и в головном мозге. Поэтому наступает как бы гипоксия, и люди умирают. Когда только началась эпидемия ковида, во всем мире даже не знали, как лечить. Врачи придумали разные методы. Антикоагулянты, потом стали вводить еще какие-то препараты. А вот мы попробовали свой аппарат Emplovid. А в чем суть самого нашего аппарата? Он разжижает кровь. Он не дает свертываться в мельчайших капиллярах. За счет этого происходит выздоровление. Причем гораздо лучше. Мало того, что во время острой эпидемии, когда острое заболевание, это необходимый аппарат, чтобы лечиться. Это смертности не будет. Так после, если человек переболевает ковидом, у него возникают такие вещи, как энцефалопатия. Это за счет того, что в головном мозге тоже сосуды поражены. У него начинается хоббл, хроническое абсурдивное болезнь легких. За счет того, что там тоже разрушение легочной ткани. И потом идут инфаркты. И по всем органам, где только этот вирус побывал, везде начинаются разрушительные вещи, которые очень долго восстанавливаются. Даже вот в постковидном периоде лечение этим аппаратом очень хорошее. Он опять улучшает трофику ткани. Тогда человек выздоравливает гораздо быстрее. Поэтому я как бы не пугаю. Я просто вам всем хочу сказать, что вот это прорыв в технологиях. Каким образом использовать? Я уже говорил, как при обыкновенных вирусных инфекциях. Но ковид намного жестче. То есть диск, диск индуктор на грудину утром. Тор на легкие. Можно по бокам, можно сзади, куда угодно. Только вечером. И все это по 30 минут. Не жалейте время. Пожалейте себя. Большое спасибо. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...